всем доброго воскресного утра у нас сегодня во франции отмечают это праздник папы и мы с мелешкой с 7 утра на ногах приготовили тортик тирамису и сделали небольшой сюрприз когда папа наш проснется думаю будет рада я сейчас хочу немножко заняться с собой потому что у нас по воскресеньям рынок и посмотрим или все вместе пойдем или мы с малышкой сходим я девочки вчера своих перепугала представляете вечером пошла на спустилась вниз где у нас вода хранится и буквально оставалось три-четыре ступеньки я подскользнулась синяк 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 и грохнулась от неожиданности вскрикнула мои прибегают что такое что там боку валяюсь и смешно и больно но ничего не перелома нет ничего синячки такие вот здесь вот немножко больно и вот здесь он больно а вот это вот это до свадьбы заживет ну что моё славное семейство уже практически собрались пойдем все вместе на рынок а я зашла сняла патчи и хочу вам показать эффект три недели пользуюсь и я не могу нарадоваться вот своей покупкой все миленькие вот уже видите я сейчас специально подошла к окну не возле зеркала чтоб там свет подсветка и так далее на лице нет никакого макияжа не тонального крема вообще ничего я сейчас ничем не пользуюсь потому что ужасно жарко все миленькие морщинки вот они все разгладились синяки под глазами вы помните какие были аж черные вот такие исчезли отеков нет даже вот такое ощущение мне соседка моя говорит у тебя как-то аж глаза более открытые столиками вот весь секрет в покупке патчи так что девочки если у вас такая есть возможность смело покупайте великолепное средство и еще хочу поблагодарить за комплименты потому что многие из вас пишут что вот лили тебе франция на пользу идет идут так похорошела владела и так далее девочки это наверное скорее всего не франция а маска я где-то наверное полтора месяца ничего вам не говорила по что думаю получится не получится будет ли она такая эффективная или нет я делаю маску очень простую очень дешевую и сама уже стала замечать что несмотря на жару несмотря что лицо даже вот так ты весь мог ведь о потеет волосы особенно сзади он миленки волосы подстригла потому что невозможно и все вот это вот пыль естественно на влажное лицо ложится остается и если кожа такая как у меня на меня безумно проблемная то у меня летом или прыщи какие-то или пятна какие-то но очень сложно у кого кожа плохая вы меня прекрасно понимаете и я нашла маску рецептик очень простой стала ее использовать если вам интересно напишите в комментах я в следующем видео сниму потому что как раз у меня уже я делаю заготовочку и там их две даже маски можно так сказать вернее основа 1 в одной один ингредиенту в другой всего лишь два ингредиента но результат как говорится на лицо так все побежали мы на рынок там смотришь он сегодня на рынке столько людей просто кошмар никакие птички летают все за не к пойдем 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 так а мы вот там выйдем они вот здесь мы выйдем жарко ужасно солнышко пойдем сюда пойдем я на рынок люблю ходить 8 8 30 утра максимум если в это время не выйдешь то потом просто невозможно давай идем все домой 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 папочка идет сзади хорошо что после все вместе иначе я сама все это не доперла хочу показать вкуснятину это уже готовая еда это там где миленка птичек смотрела это открою открою кусочки кальмара или осьминога не кальмара осьминога вот эти толстенькие соусе руй мой как она пахнет замечательную картофельное пюре и вот эти вот осьминожки просто обалдеть потом купили кусочек арбузика я не знаю какая-то четвертая часть наверное но потянула на 8 евро до 803 он смотрите сколько сколько получилось до 4 килограмма затем что мы еще вкусненького купили так что тут у нас что тут у нас ну это перчик перчик сладкий сейчас по два с половиной евро а вот что это сухая колбаса 12 евро за три штучки так это у нас что мы взяли утку да вот утка на сухая классная такая мне нравится потом обычная колбаска с козьим сыром да вот ромаш дешевр и третья колбаска это из бычков из черного мяса черного быка она вообще такая сухенькая очень вкусная так дальше видите того чуть-чуть того чуть-чуть вот это вот сырок сырок на сколько 930 здесь и посудомойку закрыла это сыр он такой полумягкий полутвердый но очень вкусный такой по вкусу даже чем-то топленое молочко напоминает но это обычный написано чтобы они не написано какой именно хотела сказать какой именно чтобы не ошибиться но это обычный козий сыр две штучки на 430 вот таких вот это домашний это не с производства вот они в таких интересных но как бы баночки небольшие потом он переворачивается переворачивается потом выкладывается и сушится так что мы еще взяли и помидорки помидорки у нас почти на 7 евро получились здесь выбираешь разные у меня взяла розовые взяла вот такие вот видите розовенькие желтенькие и маленькие и маленькие наверное подавились но мальчишечка складывал родителям помогает и маленькие а большие сверху ладно сейчас по выкладываю а то у меня тут будет не помидоры а уже томатная паста так все сейчас сырок холодильник колбаска в холодильник и буду пюрышку наверно да сейчас пюрышку приготовлю ты у нас тут самый голодный а только мама открывает холодильник и кто холодильник и ася папа тебя не видит дал бы тебе по усам и шоцы за тортик нас такие получился мы готовили я миленко и друг милен по интернету через вайбер какой у нас тортик получился да я уверена папа не дождется когда сможет попробовать ну конечно решили дождаться пока похолодает ну похолодает как градусов 2526 наверно будет вечером час тридцать шесть еще и поужинать на террасе у нас сегодня как раз получается вся семья в сборе артур с утра работал после обеда выходной сейчас немножко поспит а я пюрешку сделала девчонки и хочу еще сделать овощи на планчик как-никак праздник поэтому пьер очень любят и кукурузы добавляю сладкий перец кабачки и помидоры и все это чик-чик-чик-чик быстренько она получается типа такого да у меня еще баклажан есть вообще круто будет получается что-то такое типа теплого салата или вот ну овощи такие я их готовлю вот но не совсем как бог когда они наполовину сыроватый вот такие вот с сыринкой и получается очень вкусно плюс разные травки добавлю базилийку и уже слюнки текут ладно но я в принципе знаете что хотела сегодня спросить последнее время очень часто меня просят вот ну как не просят а приходят такие комментарии лель хочется каких-то таких видео как старые добрые времена там когда вы куда-то ездили куда ты когда-то ходишь ли там магазин или когда на море вы выезжаете что-то такое чтобы отвлечься и с одной стороны да мне тоже хочется чтобы на канале больше было таких позитивных роликов больше чего-то такого мирного доброго но объясню почему я не то чтобы стесняюсь это делать когда мы были на море я не удаляла тот ролик но были такие комментарии ах ты такая б и и все остальное как ты можешь там типа снимают про свой отдых во франции как ты можешь там показывать что вы жрете извините в ресторане и что там у вас украине война и ты значит такая-сякая раз такая потом еще был ролик тоже о покупках то же самое было еще с прогулки то же самое было я хочу спросить вот одна часть я понимаю что да это мой канал то это я создаю тот контент который я решаю создавать но я не могу делать какие-то вещи которые могут причинить боль особенно в данной ситуации кому-то и с одной стороны просьбы о мирных и таких вот в логах которые были раньше когда я жила во франции мне пишут на украинском языке и люди из украины и я хотела бы но не то что это разрешение у вас спросить просто напишите свое мнение если действительно большинство будет за то чтобы нас возобновилась такие же прогулки пусть они конечно не будут дальними пусть это конечно не будет там что-то такое супер интересное но по крайней мере если вам интересно будет прогуляться по французским улочкам или там в супермаркете или когда мы куда-то будем ездить я буду снимать такие видео я часто выхожу я часто из-за милен хожу и так вот туда то сюда по делам езжу бываю в различных городках но опять же из-за вот таких вот комментариев ты прежде чем что-то сделать тысячу раз задумывайся ну а если переходить тоже был такой вопрос на тему франции как вы живете что там нового что расскажи побольше вообще что сейчас происходит во франции потому что очень много моих подписчиков из литвы из эстонии из казахстана раньше приезжали да есть других стран тоже из швеции приезжали раньше во францию и сейчас со всем этим экономическим кризисом новость это мы смотрим все но как говорится когда ты здесь а кто-то там ты больше доверяешь тому кто именно на этом месте вот рынок сегодня мы были на рынке рынок это в любой наверно стране особенно когда это рынок деревенский то это место где встречаются местные жители или там люди недалеко живущие начинают обсуждать все житейские проблемы о чем если раньше как я рассказала когда мы с подружками болтали что вы там туда едем то покупаем то там приготавливаем то сейчас одни обсуждения по цены а ты видел мясо по 40 евро девочки до раньше было там самое такое ну идеальная просто там самая дорогая часть говядина и она там стоила на 28 это уже это это уже цена была потолочная сейчас 40 евро яйца опять 80 ты видел и все 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 очень 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 подорожала и еще в начале лета в конце весны я покупала сладкий перец был 2 евро евро 99 копеечку убирают что цена была интереснее то сейчас самый дешевый вот самый самый дешевый это зеленый не красный не желтый типа 450 по 480 евро за перец понимаете перец если раньше по 350 и было вот это вот вырезка свиная ради это балык который уже в сеточке которые там уже и сальсом обмотан что только кидаешь в духовку и запекаешь его то сейчас перец сладкий за такую цену то ли мясо вырастить там накормить это откормить животное то ли этот перчик все из-за бензина яйца почему подорожали потому что нет украинского зерна она закупается и кормятся они зерном европейским все это дорого шампиньоны грибы оказывается тоже были из украины алия помимо того что ее нет она еще от в лидл выкинули она по 4 евро там 390 около 4 евро точно я не скажу вам но оливковое масло тоже подорожала и вот целых люди стоят так как по три человека по 4 человека обсуждение только цен что электричество дорожает бензин невозможно какой и сейчас вот во франции ну дурдом просто плюс был вот это буквально на прошлой неделе до панику тут такую посеяли что вот это обезьяня оспа это теперь будет новый ковид опять нас закроют на карантин и вот ты идешь малую веду я школу и наши бабусечки с тачками там супермаркет идут в булочные и вот они о их вот это ты представляешь все теперь будем на карантине то есть за ковида сидели два года теперь будем из-за этой оспы два года то и говорит а вроде же от нее не умирают а теперь нас и от этого будут прививать и понимаете вот так вот то это оспа то это поднятие цена война в украине и все вот эти вот беженцы и так далее и тому подобное во франции сейчас если рассказывать о том что думают люди что говорят люди знаете наверно разницы нет здесь вот сейчас плюс один то что мирное небо то что бомбы не летают и как бы нет вот этих сирен нет вот этих вот ужасных звуков нет вот этого вот страха дикого животного страха но все остальное даже погода даже входа ужасно жаркая все остальное то же самое как везде что у меня подписчики он из германии пишут что у нас тоже все не только подорожало но продолжает продолжает расти я со своими в украине общаюсь тут бензин 75 гривен и куда как ты на нем наездишься бензин подорожал естественно все продукты подорожали потому что их же не на лошадях возят тоже на автомобилях на грузовиках о ее и поэтому девочки позитивного хочется но опять же как я сказала вы мне напишите если вам интересно если это отвлекает потому что как я рассказывала когда вот началась война да по-моему я говорила об этом я начала смотреть сам вы лайка с котом с рыжим и когда вот к ним там друзья приходят когда это что-то готовят шутят и вот ты отвлекаешься и тебе кажется что ну как то у тебя мозги перестраиваются что у нас тут это одна бомбежка то другая бомбежка то вот эти туда-сюда бегаешь с этими ковриками медикаментами с этой водой и спускаешься в подвал подымаешься и вот когда вот между вот этими периодами как ты смотришь люди улыбаются что-то позитивное что-то классное что ты такое вот если да если вам это действительно нужно то я с удовольствием буду снимать потому что да и мне это тоже поможет отвлечься потому что как ни крути кто бы там что не писал что я не думаю что я там во всем забыла что я тут вообще радуюсь жирует один идиот написал что я поддерживают вы представляете такое человек который я не знаю спасался спасала жизнь ребенка матери пожилой свою мужа и я я буду поддерживать это но это ясно кто это пишет мне не нужно вам это рассказывает так что девчоночки жду комментов и будем уже тогда действовать по обстановке